друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзорный канал ольга уралочка лайф мои хорошие напоминаю вам о том что у меня появился новый обзорный канал который называется галинка малинка 2 обзоры ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях но вы конечно же не забывайте переходить и подписываться ну что ж мы с вами сегодня будем обсуждать ролик урал очки которому несколько дней от роду который я еще так скажем не обсуждала ну и конечно же потом обязательно обсудим сегодняшний ролик который только-только вышел на канале урал очки ролик друзья мои начинается с того как урал очка рубит курицу на гороховый суп на что тут же ей прилетает комплимент от любимого мужа который назвал урал очку не много не мало а костолома вот мы с вами все-таки знаете мы с вами говорим о том что какой сафар невнимательный какой вот он ужасный человек не делает урал очки комплименты но нет друзья мои не тут то было вот кого еще так ласково мужья называют костоломом да короче завидуем молча а вообще конечно здорово картина прекрасно я бы сказала муж сидит себе спокойно хихикает хихи да хихи хихи да хихи знаете без конца хихикает за камера за кадром да с камерой в руках гогочит ну а жена в этот момент дербанит курицу нет я конечно прекрасно понимаю что дури в урал очки полным полно да и сила там как говорится в руках тоже есть но все-таки согласитесь что заниматься мясом это более я бы сказала мужская работа но опять же это мое мнение повезло ребят этой серии я и лошадь я и бык я и баба и мужик но это про урал очку обдугани обдугани ребят четвертом классе учит таблицу умножения странно странно по той простой причине вот мы еще в школу не пошли да я имею ввиду наших мелких но мы раньше учили таблицу умножения насколько я помню во втором классе может быть сейчас конечно что-то изменилось или может быть он куда-то в какую-то другую школу ходит понятия не имею но урал очка рассказывает о том что собственно до нового года они уже таблицу умножения выучили но правда вот как-то за новогодние праздники и обдугани все вот эти вот знания вылетели буквально из головы и все он забыл поэтому сидят и переучивают но учат заново урал очка радуется да друзья мои вот знаете пусть пусть комплиментов от мужа она не получает но зато ее хомячки старается вовсю но это ж надо урал очки пишут и красавица и стройняшкой труженицей такая ты молодец про свою ребят рассказала неизменную пальто говорит вот вы мне все пишите даете мне совет что мол надо бы обязательно обновить свой гардероб сменить вот это вот пальто на какое-то другое урал очка говорит но вы же понимаете что конечно же говорит уже сезон подходит концу потом обязательно что-нибудь себе куплю учитывая как она сказала тот самый момент что вот это пальто в котором она ходит постоянно она ей велико и говорит вы знаете она мне настолько велико что даже вот сейчас с запахом ребят я так посидела знаете повспоминала думаю что то я особо не увидела того самого момента чтобы вот это пальто в котором она как говорится и зимой и летом до одним цветом чтобы она и было как-то прямо великой чтобы это действительно ну заметно согласитесь когда большая одежда когда одежда висит на человеке это конечно очень бросается в глаза урал очки такого момента нет зашла на всякий случай думаю может быть я что-то не видела там за несколько дней пока меня значит не было на ютубе зашла заглянула да нет вроде все нормально да все точно так же все по ней я не знаю может быть урал очка имеет ввиду что ей немножко слегка вот эта верхняя одежда свободно ну так это и есть верхняя одежда она и должна быть свободной урал очка она не должна обтягивать себя и сидеть на себе как на барабане потому что ты надеваешь это пальто на другие вещи да на какие-то джемпера на какие-то костюмы еще на какие-то вещи соответственно у тебя все равно должно быть какое-то место да то есть тебе она не должна сковывать движение должна быть тебе удобной комфортной теплой и конечно же относительно так скажем свободной но урал очка где-то там увидела что вот у нее какой-то запах можно сделать что значит настолько она сильно похудела я лично вообще никакого процесса похудения урал очки не вижу пусть она даже там особо знаете они не думает да но вижу прекрасно что многие хомяки ей конечно же оказывают медвежью услугу написывая комплименты ой оля как же ты похудела но скажите пожалуйста как можно похудеть поедая такое количество огромной жирной пищи калорийной пищи все это жареное все это в масле это конечно какой-то кошмар ребят вы знаете вот редко очень я редко обсуждаю многие это знают прекрасно готовку урал очки но я так скажу я всегда уже об этом говорила потому что знаете а каждая хозяйка готовит по-своему да понятное дело поэтому я стараюсь на этом акцент даже не делать хотя если честно мне не очень нравится как готовит урал очка потому что многие вещи она делает действительно тяп-ляп так вот когда я посмотрела вы знаете у меня волна возмущения когда я посмотрела как урал очка готовит гороховый суп ребят честно у меня волосы дыбом стали господи неужели нельзя нормально приготовить на каком-нибудь курином филе которое тебе точно можно да нормальный вкусный наваристый гороховый суп и использовать туда нормальные копченые ребрышки да то есть предварительно мясо счистить вот с этих как говорится мясо вот это разобрать и все это дело копченое мяско потом уже как говорится положить в кастрюлю и будет у тебя прекрасный гороховый суп он будет вкусный но густота да как говорится каждый определяет густоту по-своему каждому нравится свое но и плюс таким запахом копчености это будет очень вкусно нет ребят нарубила вот эту курицу вот эти окорочка которые жирные вот это непонятная кожа копченая окорочка ребят терпеть не могу но может быть кто-то конечно любит прям усманами огромными и туда же вот этими оковалками бросила в эту кастрюлю я если честно просто в шоке я не знаю зачем вот просто знаете такое ощущение что каким-то поросятам вот не для себя а каким-то поросятам все это свалило в один таз и как говорится да жрите пожалуйста не обляпайтесь далее сидит готовит уже начинку на пиццу и рассказывает и говорит вот мол да может быть кому-то не понравится такая моя пицца но это моя пицца и нам это нравится ну понятное дело там знаете нравится кому-то не нравится она действительно готовит для себя что мне хочется сказать что уралочка все свои действия всегда оправдывает и даже если вот я уверена если даже сарафану что-то не понравится она скажет ну и что я готовлю так как я привыкла готовить то есть принципе даже ради него на некоторые вещи как говорится не будет меняться то есть если она привыкла готовить так то она и будет готовить так пример тому а та же самая петрушка которой она прекрасно знает что сарафан ее терпеть не может но она опять же всегда в конце каждого блюда бросает горсть огромную такой вот этой петрушки ну я не знаю для чего то ли на зло ему то ли чтобы он меньше съел то ли чтобы он вообще ничего не ел я не знаю ребят но и сидит значит уралочка как раз таки готовит начинку на пиццу строит из себя опять клоуна петя что-то там попробовала какой-то кусочек неважно чего и начала тут же мэкать ну типа м как вкусно мы как вкусно и так далее но на пиццу я смотрю идет в начинку все что не приколочено все что она нашла видимо в холодильнике правильно и сарафан сказал вот здесь я с ним целиком и полностью согласна глянув на все вот это вот действие он говорит да итальянцы были бы в шоке сарафан это точно от вот этой сборной солянки уралочки там точно были бы в шоке абсолютно все и в первую очередь конечно же итальянцы пока уралочка ребят разбирала вот эти вот копченые окорочка но отделяла их от кожи от костей да вдруг в этот момент сарафан бдительный который следит буквально за каждым шагом уралочки видимо не доверяет ей все таки да так вот он увидел там какую-то косточку испугался что она ее не заметит что она забудет ее убрать и говорит оля оля срочно убирай эту косточку а то у меня аппетит пропадет ребят я валяюсь просто да тут же уралочка загоготала подколола значит своего этого сарафана и говорит ой расскажи кому-нибудь угодно кому угодно другому что у тебя вообще может когда-нибудь пропасть аппетит видите как она прекрасно знает своего мужа что что да если где-то и что-то у него как-то пропадет то точно не аппетит в общем этим он не страдает ну и как всегда друзья мои наша хозяйка года наша вот это вот до хозяйка года готовит а пиццу из покупного теста но нет знаете вот честно я ничего не имею против покупного теста абсолютно ничего не имею особенно для тех женщин для тех девушек которые работают у которых мало свободного времени на готовку и я прекрасно понимаю да покупают готовое тесто так удобнее возиться с тестом не надо кто-то вообще не любит возиться с тестом это личное дело каждого но когда тебе постоянно поют дифирамбо по поводу того какая-то хозяйка то чего ж тебе сидя дома до 24 на 7 самой самостоятельно не приготовить тесто ребят я не знаю далее правду гони рассказывать гритой меня тут уже и мальчишки то вовсю уже меня вот теребонят да такое слово сказала интересное вот вовсю говорит уже хотя говорит обдугани не кашу на завтрак поел вроде как и наелся но все равно говорит габа уже проголодался и ждет не дождется пиццу но с другой стороны оно и понятно да если ты уже всем раскормила желудки если там уже все жрут по две по три порции да за двоих и за троих то как бы неудивительно что уже обдугани тоже раскормил свой желудок и тоже хочет ему требуется как говорится намного больше еды далее друзья мои урал очки видимо все таки надоел тот самый момент что за ней зорко следит сарафан указывая ей что и в каком количестве ей надо класть в пиццу вот знаете честно да вот удивительно вот самостоятельно сарафан ведь ни на что не способен даже а даже яичницу элементарную пожарить он не в состоянии но вот как советы раздавать да так он прям в первых рядах причем обратите внимание свои советы в готовке вот он матери своей допустим не раздавал да не говорил куда столько масла почему так мало мяса да куда одно куда другое куда треть нет он там сидел припи даже голоса не подавал а здесь друзья мои курал очки лезет лезет и лезет со своими советами но действительно видимо ей вообще не доверяет как хозяйки урал очки не доверяет далее урал очка значит когда уже там все эти все приготовления сделала на пиццу все там значит собрала ее и дала остатки огурцов от этих маринованных сарафан тот как начал чавкать ребят это что-то с чем-то в конце концов но можно есть как-то аккуратно я не знаю но у вас же не мог банк да чтобы все сидели слушали как вы там чавкаете потом есть тоже можно аккуратно закрытым ртом и стараться как-то не чавкать вроде взрослый дядька здоровенный лоб а жрать так и не научился не знаю научит его кто-то я конечно очень в этом сомневаюсь далее далее в гороховый суп опять навалили гору специи причем вот я обращаю внимание да то понятное дело соли перец я не беру это то что постоянно люди кладут да везде а ну вот специи урал очка кладет одни и те же причем в разные блюда одни и те же специи ну и конечно же неизменная петрушка с горкой сверху урал очкой как говорится специально для сафарика приятного аппетита далее жарит отбивнушки и рассказывает говорит ой ну я типа отбивнушки не буду я вот буду есть гороховый суп но я так понимаю что ли попыталась сделать акцент на том что нет 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 конечно жареные блюда она есть не будет но опять же верится с трудом и в конце ролика я так понимаю что все все таки сарафан достал урал очку уже окончательно урал очки так понимаю уже хотелось ему не только сказать что-нибудь малоприятное но еще и треснуть своему мужинку за его вот эти вот знаете все вот эти вот ценные указания урал очка я с тобой целиком и полностью согласна вот знаешь у твоего мужа очень высокое самомнение да то есть самомнение просто зашкаливает о себе ничего не делает да вот абсолютно ничего ж не делает ничего не умеет ни к чему не стремится они нигде не учатся ничего не туда не сюда а корона друзья мои просто до потолка но опять же я вот знаете прекрасно понимаю почему такая корона что урал очки что у сарафана это опять же надо сказать спасибо огромное хомякам урал очки которые в очередной раз оказывают им медвежью услугу написывая им всякого рода комплименты то есть понимаете урал очка смотрит на себя да и вот вот если бы ей вот эти вот комплименты те же хомяки не писали ешь оля пока рот свеж да уйда ты такая стройная может быть урал очка бы взялась за себя если бы в ее окружении был бы кто-то из нормальных адекватных людей которые бы ей сказали оль слушай но тебе все-таки давным-давно пора заниматься собой и даже если ты себя визуально как ты говоришь устраиваешь в чем я конечно очень сильно сомневаюсь да то вот просто ради здоровья ты не то вот ты обязана это сделать нет ребят к сожалению таких людей в окружении урал очки нет есть вот эти вот джаполизы есть вот эти вот лизоблюды которые знаете как я всегда говорю с такими друзьями враги не нужны которые доведут уралочку просто до кондратия до того самого момента когда уже будет точка неотчета ну вот получается так ну согласитесь потому что это ненормальная ситуация когда наоборот люди должны людей приводить в порядок да в чувство так скажем как-то немножко можно было бы все-таки ей дать понять что ей надо что-то в себе изменить но с другой стороны да было бы желание у уралочки желания нет никакого а здесь понимаете она посидит у себя в комментариях сарафан эти комментарии почистит да она посидит почитает там 99 процентов а вот этих как раз таки ты красавица ты стройняшка ты молодуха ты такая ты сякая ну конечно она выходит оттуда и считает что она действительно такая есть точно так же и сарафан начитается какой он прекрасный какой он красавец раскрасавец знаете какой он труженик да какой он стахановец и то же самое думает о себе поэтому такое высокое мнение поэтому такая корона на ровном месте до потолка ну в общем да и еще почитала там огромное количество комментариев относительно того что люди в шоке по поводу того что уралочка собралась все-таки продавать свою однушку да и покупать двухкомнатную квартиру и вы знаете такое количество людей ее же зрителей пишет ей оля подумай пожалуйста об этом серьезно потому что не дай бог да как говорится он тоже будет иметь какую-то возможность да так скажем распоряжаться вот этим жильем то ты останешься просто на улице ты будешь бедная тебя тут же бросят тебя тут же кинут и прокинут и так далее но люди да которые все-таки знаете любят уралочку наверное которым она не безразлична которому она нравится они переживают за и за нее да переживают за то что естественно есть конечно же меркантильный интерес со стороны сарафана но уралочка я смотрю абсолютно ничего не видит ей ей кажется что он действительно ее любит что он действительно к ней хорошо относится но опять же ребят отношение его видно невооруженным взглядом да глазом вернее а видно сразу четко и очень хорошо что ему вообще до нее дела нет никакого вот до ее квартиры ездила до до ее дачки ездила до того комфорта с которым он сейчас живет потому что ну ему пришлось если бы не уралочка по большому счету ему бы пришлось сейчас где-нибудь вкалывать да либо там дворы мести либо на стройке заниматься физическим трудом в любую как говорится не по не погоду да и в холод и в жару и и в ненастье и в дожди и ветра и ну в общем я думаю все меня прекрасно понимают так что друзья мои вот такой у меня получился обзор кстати был такой интересный комментарий вчера на моем канале моя зрительница хорошая написала типа бросай эту говорит лентяйку типа дай ей пинка под зад и пусть она типа идет значит выгоняя ее из дома ну я посмеялась конечно над этим комментарием да но дело то в том что я напомнила моей зрительнице о том что квартира это не сарафана квартира это уралочки не имеет значения кто заработал эту квартиру да что заработал там ее дедушка квартира выдавалась деду дело не в этом это квартира уралочки у сарафана нет ничего своего кроме видимо той самой сковородки эту она уже давным давно не его сковородка потому что он же и вроде как по словам уралочки опять же если верить уралочки который верить тоже знаете себя не уважать вот как раз-таки он ей её подарил пришел к ней так скажем вот такой да берите меня берите вместе со сковородкой ребят вот так у меня получился обзор пишет что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии ну что ж всех целого обнимаю всем желаю всего самого наилучшего берегите себя своих родных и близких здоровья, здоровья, еще раз здоровья ну и конечно же всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо всех, целую, всем пока